На самом деле они разных цветов бывают, не обязательно. Синий бывает черный, бывает рыжий, но синий как бы меньше всего пачкает сукно. Кусочек мела, которым натирают ки перед ударом, это один из необходимых атрибутов бильярдиста. И заодно ритуал. Пока выполняешь это привычное действие, можно успокоить волнение и выбрать шар для удара. Точнее тот, в который попадет удар битка. Шаров 16 на столе. Различные виды игры присутствуют. Сегодня мы играем в комбинированную пирамиду, которая играется одним битком, красным шаром. Он отличается от всех. Все белые, он красный. Игра ведется только битком. Выигрывает тот, кто первыми забивает 8 шаров. Это та разновидность бильярдов, которую играют на сегодняшнем турнире. Этот вид спорта хоть и называется русским бильярдом, но в Россию пришел с запада. Его привез наш прогрессивный император Петр Первый. Иностранную забаву поначалу даже вписали в список обязательных развлечений для светских салонов. Сейчас с тех времен осталась только, пожалуй, форма одежды. На турнире участники должны выступать в рубашках, жилетках и брюках. Обязательно классические туфли и галстук бабочка. Правда, вышивка на жилетках не воспрещена. И сегодня по логотипам клубов можно изучать географию России и стран ближнего зарубежья. На этот турнир в Вологду приехали больше сотни участников из 26 городов. Турнир будет состоять из четырех этапов. Три этапа – зимний, весенний, летний и гранд-финал, мейн-эвент. Общий призовой фонд – это 5 миллионов рублей. На Кубке Кремля было 3 миллиона в общей сложности с женским и мужским. У нас здесь 5 миллионов. То есть в мире такого еще не было события. Даже учитывая то, что в последнее время бильярд в мире набирает популярность. Хотя в олимпийскую систему этот вид спорта не включен. Только в Вологде его федерация насчитывает более сотни человек. Еще один плюс – заниматься им могут все. Даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Есть и дедушки играют, и молодые парни. Есть люди, которые 4 года начинают. Ставят стульчик и доцягиваются. Начинают тренироваться. Здесь, на Новгородской 2А, первый этап турнира будет идти еще два дня в течение всех праздничных выходных. Поэтому все желающие познакомиться с этим видом спорта, поболеть за участников, могут прийти сюда. Вход свободный. Единственное правило – здесь нельзя шуметь и подходить близко к столам во время соревнований. Людмила Малинина, Игорь Трифонов. Новости Вологды.